Праздник неба и солнца. В минувшие выходные на аэродроме Исюниха прошло традиционное празднование Дня авиации и чествование людей, посвятивших небу свою жизнь. Но для Ивановского аэроклуба праздник не повод отдыхать. Сегодня будут принимать участие как спортсмены, парашютисты, летчики будут показывать высший пилотаж. Также здесь будут выступать дельтапланиристы, парапланиристы, клуб «Высота». Главные герои праздника, конечно же, летчики и их железные птицы. Два самолета Ан-2, казалось бы громоздкие и неповоротливые, с легкой руки пилотов взмывают в небо с парашютистами на борту. За ними Як-52 и парочка Як-18Т. Этим малышам предстоит удивлять и изумлять публику фигурами высшего пилотажа. Отчего люди не летают как птицы? Вопрос, давно потерявший свою актуальность. Вот мы только что видели роспуск группы. Кстати, хотелось бы отметить, что в прошлом году отмечалось 100 лет с того момента, когда Петр ездил в нашу игру и русский ленчик. А тем временем на земле перед зрителями разыгрывается настоящий боевик. Курсанты военно-патриотического клуба демонстрируют свои недетские умения в рукопашном бое. К слову, детей на праздники собралось немало. Мальчишки и девчонки с восхищением смотрят в небо. Тех, кто мечтает о полетах, напутствуют ветеран авиации, отдавший этому делу большую часть жизни. Авиация – визитная карточка государства. Как авиация-то такое государство. Так вот, меня сейчас радует, что здесь много молодых ребят, которые хотят жить в небе, работать в небе, служить в небе. Ну, это элитные войска. И тот, кто с детства связан с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. И вот, ветераны, мы в авиации не ушли из нее. Мы предны небу. Ну и в завершение праздничной программы с небес на землю спустились десятки парашютистов. Сначала с малой высоты на десантных парашютах, затем на спортивных, с флагами и дымами. А вот традиционная этажерка – один из самых сложных элементов. На парашюте-тандеме к зрителям спустились Сергей и Юлия Кириченко. У каждого из супругов был свой путь к небу. Но в конечном счете именно небо соединило их. Это было давно уже, больше 25 лет назад. Скучно было. Пошел в аэроклуб, записался, начал прыгать. Пошел в армию, попал в ЦСКА по парашютному спорту. Вернулся из армии через 4 года. Стал участвовать в разработке парашютов. Сейчас ведущий конструктор Ивановского парашютного завода. А я после института пошла работать на Ивановский парашютный завод. Поработала там 7 лет, встретила там мужа. Ну и прыгаю теперь. Говорят, браки заключаются на небесах. В случае Читы Кириченко это выражение обретает реальный смысл. Небо действительно объединяет. Десятки, сотни людей, избравших для себя путь авиации, превратившиеся для них в дорогу жизни.